Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас будет с вами влог, и я заодно как раз хочу проверить свои новые наушники, которые мне мамин муж подарил. Вот такие наушники, называются Марка Маршал. Я, честно говоря, вообще не знала, точнее, я знала такую марку, видела, что они делают колонки, но не знала, что они делают и наушники тоже, поэтому я очень обрадовалась. Он знает, естественно, что я веду свой канал, и это, наверное, все родственники знают и смотрят меня, вот. Вот поэтому он решил, что мне такие наушники будут как раз кстати. И когда я узнала, что они еще записывают и звук, я настолько обрадовалась, что у меня будет теперь свои наушники. Не надо брать каждый раз уже, они там переподключать их. Короче, много очень мороки, а я люблю, когда у меня есть свои вещи. Сразу извиняюсь за то, что здесь какая-то вот у меня пылюка летает. Это потому что я штору двинула и, в общем, залетало все здесь, как снег. И что еще хотела сказать. В прошлом видео, да, говорила я, что у нас огромная проблема с тем, что везде летает пищевая моль, и очень много продуктов приходится выбрасывать. 150 комментариев мне написали. Не вру, 150, это правда, на тему, как избавиться от этой моли, какие есть варианты. Кое-что мы, конечно, использовали, но свои способы тоже действительно, ее стало сейчас меньше. Но нельзя перестать запасаться продуктами, потому что эстонское правительство всем прислало, и в газетах тоже писали, что, ну, знаете, как говорится, единственное, к чему вы должны быть готовы, это ко всему. И то же самое у нас, что на 2-3 недели, возможно, перебои с электричеством, типа, будут отключать его. И запаситесь, пожалуйста, продуктами, которые не портятся быстро. Разный там сухопаек, хлебцы, ну, в общем, все вот это такое. Вот, потому что будете сидеть и грызть в холоде хлеб. В туалет нам сказали ходить в кошачьи, ой, в эти, в мусорные пакеты, в кошачий наполнитель. Если нужда зовет, то есть решение. Берете заранее купленный большой мусорный мешок, устанавливаете его на туалет под стульчак. Если дома есть вход, то можете в пакет насыпать наполнитель для кошачьего туалета. После этого делайте свои дела в пакет и заматывайте его изолентой. Вот, даже об этом видео снято. Я думаю, что сейчас разлетится везде. Будут нас стебать, как обычно, потому что... Ой, это от волос моих оказывается. В общем, будут нас стебать, как обычно, с нашими клевыми идеями. Вот, так что, если, может быть, где-то уже видели, то вот это все правда. Так и есть. То есть это не какой-то прикол, это спасатели снимали, как это называется там. Короче, это наши спасатели учат нас, как нужно правильно воспользоваться туалетом. В таком случае, если нет воды, я просто благодарю вообще Вселенную за то, что, когда мы въехали сюда, у нас прямо, вот, выходишь из подъезда, кусок своей территории, вот, где стоит дача. Предыдущие хозяева построили здесь новую дачу. И потом они буквально через полгода, наверное, съехали. И эту дачу нам пришлось купить отдельно, потому что, кстати, владелец этой квартиры, когда уезжал, сказал, что если мы не хотим платить за нее деньги, он тогда эту дачу лучше сожжет или отдаст каким-то бомжам. Кстати, семья была верующая, поэтому я очень удивилась, что такое решение проблемы он нашел, как сжечь эту дачу. Конечно, мы купили ее, потому что, ну, мы понимали, что это хорошо для ребенка, и хорошо, что есть свой кусок земли. И Женя там построил вот в первый год туалет. То есть у нас там вполне себе цивильный, классный туалет. И вот, наверное, думаю, туда будем, в этот туалет, ходить. Я прошу прощения за такие подробности, но это так просто. К слову пришлось, что, может быть, у нас не такая сложная ситуация, и не обязательно ходить в кошачий лоток туда. Придется теперь со своими кошками мне драться за их песок, который мы покупаем, чтобы они туда ходили, в туалет. В общем, да, все это было бы смешно, если бы не было так грустно. И, да, говорила я вам в предыдущем видео про счета за электричество. Это все правда. Сейчас у нас несколько маленьких предприятий закрылись в связи с тем, что они не могут оплатить счета. Это маленькие фирмы, это я не про частных. Сейчас не частников обсуждаем, то есть не обычных жителей, а у тех, у кого фирма есть своя, где там было устроено 60, там 100 человек имели работу, но теперь у них просто нет такой возможности. И, да, поэтому они закрываются. В общем, это влечет за собой просто, ну, я не знаю, кошмар. Будут людей от электричества отключать, если из квартиры не сможешь платить, будут тебя выгонять из квартиры. В общем, это очень печально будет последствия. У нас, кстати, очень много самоубийц в этом году. Не знаю, с чем это связано, со всей ситуацией в мире, либо, точнее, ну, в Эстонии в частности. Ну, очень много. Вот, и даже среди знакомых моих тоже, к сожалению, такие люди есть, которые вешались там. В общем, страшное дело. Вот, ну, ладно, в общем, не буду о грустном. Это все равно так или иначе случится. Так что, если я на ситуацию повлиять не могу никак, то, ну, просто что тогда делать? Нужно продолжать жить. Ну, вот пока дают с электричеством. Если не будет электричества, соответственно, и тогда я видео не буду снимать. Но это будет самая меньшая проблема, наверное, из всех. Если не будет электричества, будет куча других проблем. Вот, хотела вам показать одну штуку. Сейчас я за ней слазю. Не знаю, видели вы или нет. Такое вирусное видео, оно уже по всему, наверное, инстаграм гуляет, и по разным другим соцсетям. Вот такая вот штука, в которой можно сделать локоны. Ну, или кудри, как правильно назвать. В общем, интересная такая система. Я заказала ее за 2 евро на Алиэкспресс. Я видела, что, ну, те, кто эту вирусную рекламу делает, они их продают за какие-то, ну, бешеные деньги. Я не знаю, вот 2 евро. На Алиэкспресс есть такая акция. В общем, вы берете 3 товара из предложенных. И, то есть, они вам обходятся в 6 евро плюс бесплатная доставка. И они добавили еще, что можно выбрать 3 товара по 3 евро, по 3 с копейками там. И тогда, это вот от этого, что ли, полетит. И тогда 10.99 будут стоить эти 3 товара. Я, кстати, успела заказать там гирлянды, которые так стоят 12-13 евро. Вот, они там в 3 евро, в общем, обошлись. Так вот, эта штука вот сюда вот так вот на голову цепляется. Сверху есть, сверху вот такой зажим в виде крабика. Потом вы накручиваете по бокам свои волосы. И сзади вот такой резинкой скрепляете. И типа, получается, очень красивые локоны. Я не знаю, хватит ли моей длины волос нормально, чтобы как-то что-то путное из этого вышло. Но я попробую, обязательно скажу. Она мне только вот вчера пришла. Я еще ее не пробовала. А если кто-то пробовал, напишите. Но я читала только в восторге, естественно. Вот. Еще хотела показать одну вам вещицу. Чисто случайно сегодня Женя в строительную наткнулся. Поехала вообще за краской, чтобы кухню нам там надо покрасить. И там продавались вот такие вот панели. Так как они их только привезли, то он, конечно же, сразу обратил на них внимание, потому что раньше мы их не видели. Как вы видите, это нет. Это не пластиковая панель. Это здесь металл, камень, что-то еще. В общем, сделано. Одна такая штука стоит 10 с чем-то евро. И это для того, чтобы можно было как-то разнообразить фартук на кухне. Это штука очень тяжелая. А вот пластиковую панель я бы никогда не стала вешать. Но потому что мне это просто не очень нравится. А вот такую штуку я прям загорелась, когда он мне прислал. Но, к сожалению, таких было только 10 в наличии. И я взяла одну, чтобы мы примерно посчитали, какое количество нам надо. И когда будет такая возможность. Потому что если покупать... Мы насчитали, что нам надо около 20 штук таких. Ну, соответственно, это 200 евро. И бывает еще... Каждые выходные скидка 25%. И тогда может получиться там 175 евро. Но это все равно дешевле, чем нанимать человека, который будет снимать плитку. У нас очень-очень хорошая, качественная плитка. Там, где вот фарту на кухне находится. И не хотелось бы ее там, знаете, убирать оттуда. А сверху можно наклеить. И будет совсем вот другая кухня. Вот я поближе вам покажу. Смотрите. Вообще мне так понравилось. И пока вот на этой одной плитке я смогу там что-нибудь фотографировать. Ну, косметику, как обычно. В общем, я делала. Там были вот несколько вариантов. Но, конечно, вот этот вариант больше всего нас привлек с этими сотами. Потому что реально очень красиво. Если бы у меня ванная была сделана... У меня в ванной есть мелкая мозаика сделана. Но я бы не отказалась, чтобы вот такие вот стены были. Вот очень классно. То есть это все здесь настоящее. В смысле не имитация, не пластик. Вот где камень, там камень. Это вот чисто металл. Классно. Вот, так что если тоже что-нибудь получится, то потом в каком-нибудь влоге обязательно это сниму. Это не горит, не к спеху сейчас, чтобы просто 170 евро выбросить на то, чтобы поменять что-то на кухне. Это просто я вам рассказываю про такой, ну, недорогой, не особо дорогой способ, чтобы можно было поменять вот фартук на кухне. Либо в какое-то другое место можно ее наклеить. Ну, таких штук. Видите, она маленькая. Поэтому, да, на нашу кухню, чтобы... У нас кухня большая, больше 20 метров. Поэтому нам нужно во всю стенку, если делать это больше... Может быть, даже больше 20 штук. Вот. Ну, все остальное уже покажу вам во влоге. Кстати, я вот спрашивала у вас тоже, рад это было в Инстаграм, чтобы вы мне посоветовали какой-нибудь лак, который держится больше одного дня на ногтях. Так мне надоело гейлак делать. Вот. Много мне насоветовали. И с Али Хэнсен там... С Али Хэнсен, да, с Али Хэнсен там были лаки. Много разных. Но я чисто случайно, когда заказывала доставку продуктов домой, мне надо было 10 килограмм картошки, не 10, а 6 килограмм картошки там заказать, увидела, что у них были по скидке лаки. Вот я себе взяла такой цвет. Вот здесь вот с концов он у меня за 4 или за 5 дней вообще не слез. Просто он сидит как прибитый. Молочного цвета полупрозрачный такой лак. Единственное, в самом начале, когда я накрасила в два слоя, он не успел быстро высохнуть. Ну, вот что-то было надо, поэтому я здесь вот кацанула его. Но в целом лак держится вот уже 5 дней, по-моему. Надо посмотреть, какого числа я заказывала продукты. Я просто очень довольна. Я такую фирму не знаю, но у них очень-очень красивый дизайн у бутылочки. Я обязательно вам покажу. И если буду заказывать продукты в ближайшее время, там какие-то там сухпайок, как нам рекомендовали, сказали водой обязательно запастись, вот, то кину в корзину тоже, пускай мне будут два каких-нибудь цвета таких ходовых. Может быть, один будет такой молочный. Я прям очень именно молочного цвета хотела, полупрозрачный. И, может быть, какой-то еще другой закажу. Но покажу вам во блоге. Так что, если вам интересно, то давайте. Ну, вообще, просто очень-очень красивые наушники. У меня таких никогда не было. Я вот люблю, знаете, такой дизайн лаконичный, чтобы ничего лишнего. Два цвета, черный и белый. Надпись вообще классные. Ну, кстати, я их сейчас достала из ушей. Вот они здесь у меня лежат. Они такие тоже черные, классные. Вот, будем проверять, что там со звуком. Ну, надеюсь, что нормально. А, кстати, хотела еще показать. У меня у папы был недавно юбилей. И мы покупали ему... Ну, в общем, потом покажу, какой подарок. И я решила закинуть в корзину вот такие вот коробочки собранные были. И, знаете, там лежат пробники. Вот, здесь показано, что из пробников там, в общем, лежит. И я решила взять тональную основу. И здесь база была под макияж. Вот. Но тональная основа таких цветов понапихали, конечно. Я вообще в шоке. Это, ну, на самом деле, вот насколько я белокожая, понятно, что мне здесь ни один не подходит. Но даже если кто-то не такой белый, как я, ну, я не знаю, номер 042. Потом какой-то тут миндальный цвет. Ну, короче, это очень коричневый. В общем, конечно, разочаровалась. Я вот эта база мне очень понравилась. Вот. И еще была одна вот такая вот коробочка тоже. Ее я взяла. Вот эта коробочка мне как раз понравилась. Они со скидкой стоили, по-моему, 5 евро. И здесь вот лежат такие кремы. Здесь есть и ланком кремы. Достаточно такой хороший размер. То есть вы, в принципе, можете понять, подходит вам крем или нет. Это, по-моему, серум для глаз. Здесь в основном оно все для глаз ушло. Вот. Поэтому я с огромным удовольствием заказала попробовать. Потому что, ну, здесь достаточно хорошие объемы. Мне хватит, чтобы понять, хороший продукт подойдет мне или нет. Вот этим кремом я сейчас пользуюсь. Мне он очень нравится. Здесь всего лишь 3 миллилитра его. Вот. Ну, можно еще раз заказать. Это уже 6 миллилитров. Потому что на полноразмерную версию у меня жаба задушит покупать. И как раз вот такие вот коробочки. Сейчас я вот открою, чтобы вам показать, как это все дело. Ну, вот, посмотрите. На мой взгляд, достаточно хороший такой размер этого крема. Так что тоже пользуюсь. Вот пока мне вот этот крем очень-очень прям понравился. Если, может быть, кто-то пользовался, то тоже поделитесь впечатлением. Такая коробочка. Классная. Вот. Ну, пойдем дальше. Так. Хочу вам показать, что на этот раз я заказала доставкой из интернет-магазина. Ну, продуктовой. Там не только продукты. Вот. Потому что мне вообще делаю я заказ ради 6 килограммов картошки. Чтобы не тащить из магазина. Если я, допустим, когда Женя на работе, так можно на машине привезти. Но я заказала там. В общем, картошка у нас вот эта вот по, получается, 59 центов килограмм. Да. Для картошки недешево. Помню, когда-то было там буквально 17 центов. Она. Ну, это уже в далеком прошлом. Так же я заказала вот такой вот лак для ногтей. Вот. Не знаю, привлекли мне эти упаковки. Такие достаточно простые. И взяла светло-розовый, полупрозрачный. Хотя очень много лаков мне насоветовали. Но вот я решила попробовать вот этот лак. Дальше что я взяла, это вот 500 грамм вот такого фарша. Вот. Так. Еще взяла. В морозилку положу. Вот такие вот это курица. Куриные ножки в каком-то соусе гриль. Взяла сыр любимый льва. Вот такой вот. Также взяла, жалко, положили один. Второго, видать, не было. Это такая творожная масса с маленькими шоколадными крошками. Ну, в общем, Лев тоже очень любит его. Следующее, что я взяла, это... Где он тут у меня? Евро 10. Получается килограмм лука. Это всегда то, что нужно. Оно лежит на специальном... Ну, в общем, где хранятся овощи. И взяла также вот такой вот рисовый пудинг с клубничным соусом. Лев все эти вещи ест. И также взяла вот такой вот соевый соус. Женя попросил, потому что он часто добавляет, когда что-то готовит. Так, это пакет номер один. Дальше, что я взяла? Это я взяла вот три банана. Лев ест, поэтому беру. Да, Лен. Я взяла... Я заказывала две булочки. Ну, вот мне положили одну со спинатом и сыром. Ну, ладно. А, нет, две. Это они просто такие тоненькие. Дальше я взяла еще килограмм морковки. Вот, 69 центов стоит. Это, кстати, была самая дешевая морковка. Также я взяла вот такую коробочку киви желтые. Это просто такие хлебцы. Мы иногда же не любим, в общем, погрызть. Это вот при учете, что морозилка, как бы, у нас тоже полная. И приготовлен суп и овощной рагу. Взяла также кашу, потому что каждое утро мы с Альвом едим кашу. Жаня кашу не ест. И не любит. Я взяла вот такие хлопья. Тоже иногда даю. Так. Ну, вот, кажется. И это все мои. Да, все мои покупки, потому что сюда вот только картошку положили. Так что вот такие три пакета получились. Заплатила я там 30 с чем-то евро с доставкой. Теперь можно, не знаю, ну, дня 4 в магазин никуда не ходить, потому что, пачкать, потому что все остальное, в принципе, есть. Ой, как я люблю такую осень. Посмотрите. Когда солнышко светит. Нет дождя. Сегодня было прогноз погоды, что только до трех будет солнце, и потом будет пасмурно. Ну, я смотрю, сегодня прям весь день солнышко светит. Класс, вообще, очень красиво. Ну, сейчас начнется октябрь, потом ноябрь. И уже такого, конечно же, не будет. Поэтому вот. Наслаждаемся последними солнечными деньками. Красиво. Закат скоро будет. Очень красиво. Супер. Супер. Супер мое тоже одно из самых любимых времен года. Это осень, начало осени, когда погода еще хорошая, светит периодически солнышко. Но дома уже не жарко, я бы даже сказала, холодно. Я в достаточно теплой кофте сейчас. Она там внутри у меня с начесом. И реально не очень комфортно. Но все равно мне это время очень нравится, потому что у меня есть желание что-то перебирать, сортировать эту косметику. Обязательно сейчас посмотрю, что там у меня со сроками годности у некоторых продуктов. И уже распрощаюсь с ними. А то, что сроки хорошие, но я не пользуюсь, опять же, кому-нибудь отдам. Вот. У меня тут что-то, подозреваю, разбилось. Но я никак не могу понять, что это. Потому что уже все коробки посмотрела. Коробочки там с тенями, с хайлайтером. Вроде все в порядке. Но не знаю, что это. Но блестит. Наверное, точно какой-нибудь хайлайтер. Сделаю себе сейчас вот кофе. Поставила сюда, чтобы он не мешал. Вот это оттуда я ящик достала. И буду... Да, сейчас посмотрю, что у меня здесь ненужного есть. У меня еще есть вон такой большой органайзер. Там тоже лежит косметика. Очень часто меня о нем спрашивают, откуда он. Это один ящичек. Я оттуда взяла. Вот у меня здесь карандаши лежат. Это Бонни Бокс. Помните, раньше был такой достаточно популярный. Он был в Инстаграм. Но, к сожалению, они бизнес свой закрыли. Не знаю, по какой причине. Но это уже было достаточно давно. Может быть, кто-то взял и развивает фирму. Другая какая-нибудь. Ну, какие-нибудь другие люди. Я не знаю, но вот оттуда он у меня. Он стоил очень дорого. Где-то в районе 15 тысяч рублей. В евро это сейчас даже не скажу, сколько. Ну, в общем, недешево. Но я могу сказать, да, что это один из лучших органайзеров, который у меня был. Потому что, во-первых, он все так же прозрачный, как был раньше. Нигде ничего не потемнело. Он очень функциональный. Очень много ящиков. И он огромный просто. Вот. Я все думала его со стола убрать. Но не получается у меня так организовать, чтобы убрать его. И куда остальную косметику девать. Потому что здесь ящики не очень большие. Вот. Так что сейчас буду наводить здесь порядок. Но если будет что-то интересное, буду по мере этого включаться. Так. Пока я решила уже перебрать вот этот ящик свой. Потому что... Я хочу поиграть. Что ты хочешь поиграть? В гонки. В гонки? Да. Ну сейчас, подожди. Там телефон. Я вижу. Телефон там на зарядке. Так. С ящиком я пока не закончила. Меня, короче, хватило только на одну правую часть разобрать. Левой частью я потом займусь. Хотела вам еще показать. Вот я говорила, что у меня есть свечи. Но они чисто у меня для красоты, для интерьера. То есть я их не жгу. Но, конечно, если придется. Если вдруг отключат электричество. У меня есть вот такие огромные свечи с пепкой. Они нереально просто тяжелые. Я думаю, что на такой свечке можно блины пожарить. И яичницу тоже. Ну суп, наверное, тоже разогреть. Потому что, ну, они нереально просто огромные. Но это я, естественно, шучу. Потому что все это невыполнимо. И вот есть вкусные, очень приятные ароматы. А эти свечки вообще были относительно недорогие. Сейчас там появились и мятного цвета свеч. Очень красиво. Я в прошлый раз ездила, когда в Таллинн. Чтобы купить льву на день рождения подарок. У меня столько было уже пакетов, что я просто не купила. А очень хотелось. У меня таких было четыре. Но одну мы подарили логопеду моему свечку. Я ей предложила. Ну, она там кабинет свой обустраивала. Вот. И я сказала, что я могу ей подарить свечку. И она сказала, что с удовольствием примет ее. И вот я выбрала ей, по-моему, белая была свечка. Тоже очень-очень приятно пахла. И для ее кабинета красиво она подошла. Это я заказывала из магазина Синсайда. Здесь 148 грамм. Эта свечка 25 часов. Опять же, я ее не жгу. Пахнет она специями. Эта свечка тоже оттуда же. Нереально приятный аромат на нее. И вот эта свечка маленькая с H&M. Она стоит такая маленькая, как вот эта свечка. Или даже как вот эта. Ну, в общем, не дешевые у них свечи. Так, в общем, достала я палетки. Опять ходила льву, переключала на проекторе мультик. Не дает нормальным человек доснимать. Осталось тут мне пять минут. Так, значит, достала я вот этот ящик оттуда. Думала, что отсюда здесь можно убрать. Но здесь все в порядке. Потому что, в принципе, здесь у меня лежат тени, которые как база я использую. Так же подводки. Так что здесь никакая ревизия не требуется. Здесь все в порядке. Что касается палеток. Палеток у меня достаточно много. Вот. Эту палетку от Мак я точно оставлю. Это теплые оттенки. У меня еще была такая в холодных оттенках. Но я ей практически не пользовалась. И сразу ее продала. Эта палетка, по-моему, 80 евро стоит или 60? Чего? Помылся? Молодец. Только ты рот еще иди помой. У тебя ротик грязный. Дальше. Вот такая вот палетка от Мак. Тоже Бургунди. Ее я оставлю. Потому что, ну, как бы тоже ее использую периодически. Дальше у меня была вот такая вот сборная палетка от Инглот, которую я собирала. Но здесь мне тоже цвета нравятся. Особенно вот базовые оттенки. Светлые. Тоже пока я не готова от нее избавляться. Вот. Так что это я точно оставлю. А? Помылся. Помылся? Да. Ну, молодец. Хорошо. Иди, смотри, бульку теперь. Вот эту палетку я купила совсем недавно. Это точно от чего я не избавлюсь. Потому что у меня таких оттенков вообще нету. Особенно вот эти, вот эти, вот эти. Практически ни в одной палетке у меня, насколько я помню, их нет. И вот эти оттенки все очень-очень интересные. Поэтому ее я обязательно оставлю. Венус палетка. Вот. Здесь такие цвета. Тоже практически нигде не повторяются они. Поэтому это я тоже оставляю. Эту палетку я купила, по-моему, в начале этого года. Очень ее сильно ждала. Худо Бьюти в зеленых оттенках тоже никуда не собираюсь от нее избавляться. Вот этот цвет вообще очень красиво аж светится. Следующая палетка. Здесь она тоже в таких, знаете, зеленых оттенках, коричневатых. Вот. Тоже оставлю. Потому что эти цвета у меня так же нигде не повторяются. Они все равно отличаются. Зеленых таких вот у меня, например, типа вот болотного. Нет такого цвета у меня нет. Вот этот цвет очень-очень красивый. Очень. Тоже очень. Пока она остается. В общем, короче, все палетки у меня, наверное, пока остаются. За исключением. Потом вот там я еще посмотрю кое-какие. И тогда потом уже, когда полностью порядок на виду, какое-нибудь видео сниму. Потому что это реально очень много времени занимает. И я бегаю туда-сюда. То льву что-то надо, то еще кошки придут здесь. Есть, просят. В общем. Так что на сегодня я свою уборку заканчиваю. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите мне в комментариях. И увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok